Вовсе не лентяи, а настоящие спортсмены и охотники. Так отзываются наши следующие герои о тюленях. В эти выходные северные млекопитающие отметили свой международный праздник. На суше животных чествовали самые активные северодвинцы. Подробности у Натальи Аскерко. Три круга по площади в хороводе легко, а на четвертом уже необходима передышка. В свои 63 года Наталья Николаевна готова вести за собой молодежь. В прямом смысле этого слова. На празднование Дня тюленя в Северодвинске она успела и кадиль станцевать, и вспомнить народные забавы. Вон, посмотрите, сколько их. А кадриль вообще приходят. Молодые абсолютно ребятки. Вот такие дарами еще парни встают в кадриль и пляж, что им нравится. Они говорят, мы заряжаемся энергией, потому что это хоровод. А хоровод в старину что было. Встаешь за руки, энергии своей делишься хорошей. Поделиться энергией и показать свою любовь к здоровому образу жизни на Площади Победы собрались десятки северодвинских коллективов. Полезность таких занятий, конечно, сомнительна. За одно выступление Виталию приходится вливать в себя по 2 литра жидкого парафина. Впрочем, вред компенсируется спортом, считают участники группы «Змей Радуга». А эти ребята в день тюлени решили устроить тренировку на открытом воздухе. Участники проекта «Один на один» и мероприятия остались без звука. Так что зрителей пришлось привлекать собственным примером. Без слов, только приемы. Нас поддерживают всегда дети, потому что со взрослыми сложнее работать всегда, и они более закрытые. Дети всегда, и смеемся, и веселимся с ними, они дерутся. Мы их одеваем в шлема, в перчатки. Мы хотели объяснить, что это все-таки имеет смысл и для мужчин. Это мужчин вдохновляет, мужчины преодолевают себя, свои страхи. Кстати, тюлень в представлении организаторов праздника вовсе не ленивец и толстяк. Вопреки распространенному мнению, северная млекопитающая, спортсмен, охотник и работяга. Когда тюлень попадает в свои стихи, в свою воду, оно становится таким быстрым, чутким, охотником. То есть вообще классно. Пропагандировали здоровый образ жизни на площади Победы также танцоры, роллеры, велосипедисты и исполнители брейк-данса. Все сошлись во мнении. Праздники такого масштаба в Северодвинске проходят редко. Так что участники предложили сделать День тюленя в городе Корабелов традиционным. Наталья Аскерко, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.